Вы смотрите новости на канале RTVI. Ураган Хаакин стал виновником гибели 9 человек в американском штате Южная Каролина. В результате наводнения за сутки в столице штата Колумбии выпало около 20 сантиметров осадков, а в городе Чарльстон рекордные 35 сантиметров. Скорость ветра достигала 250 километров в час. Под водой оказались жилые дома, городские трассы и федеральные шоссе. Урагану уже присвоена четвертая категория опасности из пяти. Власти объявили в Южной Каролине чрезвычайное положение. Губернатор штата призвала граждан не выходить на улицу без крайней необходимости. Добавлю, что Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикот стихия обошла стороной. В настоящее время основная наша проблема это мусор и поваренные деревья, которые нужно убирать в режиме нон-стоп. Кроме того, спасатели сообщают о тех, кто пытается подплыть на лодке поближе к разрушенной плотине, чтобы сделать хорошие фотографии. Вряд ли это такое веселое событие, чтобы делать снимки, и уж тем более, чтобы умереть. Это очень опасная ситуация. Пожалуйста, оставайтесь дома, вы все увидите по телевизору. Жертвой урагана Хаакин признаны экипаж американского грузового судна «Эльфара». Корабль пропал в Карибском море 1 октября. На борту контейнеровоза находились 33 человека. Напомню, судно следовало из Флориды в Пуэрто-Рико. Связь с ним была потеряна в прошлый четверг, когда она находилась рядом с Багамскими островами. Во время последнего сеанса связи экипаж сообщил, что у корабля отказали двигатели. Он набрал воду и накренился. Поиски судна на месте катастрофы прекращены. За четыре дня в районе бедствия удалось обнаружить тело одного погибшего, спасательную шлюпку, жилеты, а также остатки груза и плавающий мусор. Мы предполагаем, что судно затонуло в том районе, откуда оно выходило, на связь в четверг. Сейчас мы меняем тактику действия. Мы продолжим искать тех, кому, возможно, удалось спастись. Поиск затрудняет большое количество плавающего мусора. Но поиски членов экипажа грузового корабля продолжаются. До 17 человек возросло число погибших в результате наводнения на юге Франции. Еще четверо числятся пропавшими без вести. Сильный ливень обрушился на Лазурный берег в ночь на воскресенье. За три часа в Каннах и Ницце выпала двойная норма осадков. Из берегов вышли несколько рек, под водой оказались местные и междугородние автострады и тоннели. Нарушенное и железнодорожное сообщение. Затоплен скоростной экспресс на вокзале Ницце. Сотни людей были вынуждены провести ночь прямо в вагонах. Кроме того, около 70 тысяч домов в департаменте Приморские Альпы остались без электричества. В поисково-спасательных работах продолжает участвовать около тысячи человек. Ожидается, что пострадавшим будут выплачены компенсации. Чрезвычайная ситуация объявлена на западе Мексики, где начал извержение самый активный вулкан региона Калима. За последние 600 лет он просыпался уже более 40 раз, за что получил прозвище «Мексиканский Везувий». Этот вулкан состоит из двух пиков, наивысший из которых давно потух и большую часть года покрыт снегом. Действующим остается более низкий пик высотой около 4 километров. Последнее его извержение было зафиксировано 12 сентября этого года. Тогда столб выброшенного из жерла вулкана пепла поднялся на высоту почти 2 километра. Сейчас в прилегающих к вулкану районах объявлена эвакуация местного населения. В Стокгольме названы имена лауреатов Нобелевской премии 2015 года по физиологии и медицине. Престижная награда присуждена за разработку методов борьбы с червями, паразитами и малярией. Половину премии поделили между собой ирландец Уильям Кэмпбелл и японец Сатоси Амура. Вторая половина досталась китаянке Ю Ю Ту. По мнению Нобелевского комитета, открытие лауреатов приведут к огромным положительным сдвигам в здравоохранении по всему миру. С объявлением имен обладателей премии в области физиологии и медицины стартовала 114-я Нобелевская неделя. В ближайшие дни станут известны лауреаты в других номинациях. В частности, 9 октября будет названо имя обладателя самой престижной награды премии мира. Среди прочих на это почетное звание претендует Папа Римский Франциск. Это все новости к этому часу. Итоги информационного дня в следующем выпуске новостей на канале RTVI в 7 часов вечера по Нью-Йорку. Далее в эфире особое мнение.